Илон Маск троллит Джеффа Безоса после проигрыша последнего в суде. Элауда показала, как будут выглядеть гонки летающих электромобилей. NASA определилась с местом поиска воды на Луне. Xiaomi представила собственную технологию жидкостного охлаждения для смартфонов. Обо всем этом и многом другом далее. Обязательно подписывайтесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Илон Маск публично высмеял своего коллегу по космической отрасли Джеффа Безоса после проигрыша последнего в суде. Он опубликовал мем с персонажем научно-фантастического фильма «Судьей Дреддом». Подпись гласит «Вас осудили». Ранее Федеральный суд США отклонил жалобу Blue Origin, в которой компания Безоса утверждала, что NASA проигнорировала требования безопасности, выбрав SpaceX для заключения контракта почти на 4 миллиарда долларов, в рамках которого компания разработает технологию для высадки людей на Луну. После чего Джефф Безос заявил в Твиттер, что его космическая компания Blue Origin будет уважать отклонения судом США и его протеста против контракта конкурирующей компании SpaceX NASA, даже несмотря на то, что это решение не соответствует желанию компании. Тем временем в субботу Илон Маск спросил у пользователей Твиттера, следует ли ему продать 10% своих акций, основанной им компанией Tesla. «В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», – написал Маск в Твиттере, предложив пользователям сервиса микроблогов проголосовать. Поддерживают ли они его идею? «В любом случае, я буду придерживаться результатов голосования», – отметил он. «На данный момент проголосовало уже более 500 тысяч пользователей. Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы, у меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги – это продавать акции», – указал предприниматель. Напомню, что на данный момент котировки акций компании Tesla достигли своего максимума, и сейчас цена колеблется в районе 1200 долларов. Что может означать данное заявление Маска в Твиттере, известно только ему самому. Но есть вероятность, что скоро начнется что-то очень интересное. Погнали дальше. Примерно через год к Луне отправится первая коммерческая миссия НАСА, которая также станет первым опытом по поиску воды под поверхностью естественного спутника Земли. Посадочный зонд проведет бурение поверхности в месте прилунения, а два небольших лунохода исследуют окрестности и проведут другие опыты. На днях в НАСА определились с местом посадки для этой миссии, что было довольно непросто. Проблема с экспериментом по поиску признаков воды под поверхностью Луны в том, что бур Prime 1 на посадочном модуле новости может углубиться не более чем на 3 фута. Это примерно 90 сантиметров. Это означает, что поиски льда необходимо вести на поверхности менее всего подвергаемой нагреву солнечными лучами. В идеале это нужно делать на дне кратеров, но там солнечные панели зондов бесполезны, а другой энергии для питания нет. Поэтому ученые создали карты предполагаемых залежей водяного льда на Луне и попытались определить место с достаточной оснащенностью и с потенциально неглубокими залежами льда. Технологическая компания Allaudo Aeronetics, занимающаяся разработкой и витол-аппаратов, опубликовала небольшое видео, в котором демонстрируется тестовая гонка двух четырехметровых мультикоптеров Airspeeder MK3 без пилота. В следующем году компания намерена провести серию гонок с участием таких машин, управлять которыми участники будут удаленно. Разработки Allaudo связаны с созданием мультикоптеров, которые представляют собой большой дрон с сидением для пилота посередине. В конструкции используется восемь винтов, которые позволяют машине взлетать и приземляться вертикально. При этом тестируемые в настоящее время аппараты способны разгоняться до 250 км в час. В опубликованном фрагменте два управляемых дистанционно аппарата Airspeeder MK3 поднялись на высоту около 15 метров и пронеслись над специально подготовленной аэродинамической полосой длиной в 300 метров. Машины находились под управлением операторов соревнующихся команд Alpha и Bravo, задача которых состояла в том, чтобы максимально быстро преодолеть дистанцию и победить в драк-гонке. Во время этой короткой гонки мультикоптеры сумели разогнаться примерно до 160 км в час. Компания DJI официально анонсировала два новых флагманских дрона Mavic 3. Как и всегда, флагманские продукты отличаются внушительными ценниками. Базовая модель Mavic 3 обойдется в 2200 баксов. Старшая модель оценена более чем вдвое дороже – в 5000 долларов. Более дорогая модель Mavic 3 поддерживает кодек Apple ProRes 422 HQ. Съемка ведется в разрешении 5,1К с частотой до 50 кадров в секунду. На борту присутствует встроенный, но незаменяемый твердотельный накопитель объемом на 1 терабайт. Базовая версия Mavic 3 лишена поддержки ProRes и встроенного SSD, но использует ту же систему с двумя камерами и CMOS сенсором формата 4х3. В обоих случаях поддерживается съемка в разрешении 4К со скоростью до 120 кадров в секунду, а также есть возможность сделать 20-мегапиксельные фото. В дополнение к основному 24-миллиметровому объективу присутствует зум-объектив с 28-кратным гибридным увеличением. Оба дрона оборудуются аккумулятором, рассчитанным на 46 минут полета, и это большой шаг вперед по сравнению с моделями прошлого поколения. DJI обновила автономные функции дрона. Он поддерживает всенаправленное обнаружение препятствий, однако объекты теперь выявляются на расстоянии до 200 метров. Функция Advanced RTH позволяет дрону более эффективно найти дорогу к точке взлета. Также заявлено об обновленной системе помощи в пилотировании APAS и обновленной технологии слежения за объективами Arctic Track. Причем последняя будет доступна лишь некоторое время спустя. Чешские инженеры испытали октокоптер для тушения пожаров. Он самостоятельно обнаруживает источник возгорания и стреляет в него противопожарной капсулой, выделяющей газ и поглощающей тепло. Данный дрон имеет конструкцию октокоптера с четырьмя парами винтов. Для автоматического обнаружения источника возгорания в нем установлена камера глубины. Главная особенность дрона – пневматическая пушка, способная выстреливать противопожарную капсулу на 10 метров. Разработчики использовали капсулу BonPet, состоящую из оболочки и 600 мл жидкости. При 90 градусах Цельсия оболочка разрушается и высвобождает жидкость. При нагревании жидкости от огня происходит эндотермическая реакция, из-за которой окружающее пространство охлаждается. А сама жидкость распадается на азот и углекислый газ, прекращающие горение. Одна капсула рассчитана на защиту от огня 8 кубических метров. Компания Xiaomi представила собственную технологию жидкостного охлаждения для смартфонов, получившую название Loop Liquid Cool. По словам Xiaomi, она в два раза эффективнее обычных охлаждающих испарительных камер, которые сегодня применяются в самых производительных мобильных устройствах. В состав новой системы вошли испаритель, конденсатор, компенсационная полость и две парожидкостные трубки. Испаритель в смартфонах будет установлен рядом с материнской платой. При выделении тепла во время больших нагрузок капиллярный эффект притягивает холодную жидкость, которая и забирает тепло у чипа смартфона. После горячий пар с воздухом перемещается в конденсатор, где снова обретает жидкостную форму. Эффективность Loop Liquid Cool повышается именно новым форм-фактором. Хотя метод используется тот же, что и в системах жидкостного охлаждения с испарительной камерой. Последние не могут разделять пар и жидкость, в связи с чем они смешиваются друг с другом. В новой системе, в свою очередь, используется особая конструкция газовой трубки, значительно снижающая сопротивление движения охлаждающего агента. Благодаря этому максимальная теплопередача увеличивается до 100%. Британский стартап Zip Charge представил первую канистру для дозаправки электрических автомобилей в полевых условиях. Переносной аккумулятор Go способен пополнять заряд электромобиля на дополнительные 64 километра. Это немного по сравнению с полностью заряженным авто, но, по словам разработчиков, Zip Charge Go может спасти автовладельцев в ситуации, когда они не успевают добраться до ближайшей зарядной станции. На первом этапе чемодан-зарядка в свободную продажу не поступит. Одним из ключевых препятствий на пути к более широкому распространению электромобилей является беспокойство по поводу неразвитости зарядной инфраструктуры. Zip Charge устраняет это препятствие и тем самым демократизирует эксплуатацию электромобилей. Решение Zip Charge – это небольшой чемодан со встроенными колесиками и выдвижной ручкой. Внутри корпуса находится аккумуляторный блок емкостью 4 киловатта часов или 8 киловатта часов. Общий вес старшей версии Go – около 22 килограмм. Меньшая версия обещает зарядку на 32 километра в течение 30 минут, а более крупная – на 64 километра за час. Устройство подходит как для подключаемых гибридов, так и для полностью электрических автомобилей. Само устройство заряжается аналогичным образом, но уже от стационарной розетки, а проверить статус аккумулятора можно по индикатору на корпусе или в мобильном приложении для iOS или Android. В дополнение, зарядный чемодан также оснащен сотовым модемом с возможностью подключения к 4G-сетям. Таким образом, если владелец электромобиля столкнется с разряженным аккумулятором в неподходящий момент, он сможет пополнить заряд с помощью Go, а также использовать систему для поиска ближайшей станции. На этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и не забывайте писать свои комментарии. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а с вами был, как всегда, Андрей. Желаю вам отличного осеннего настроения. Не переключаемся. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok